Я уже присел. Уже бабочка опустилась. Тем не менее, мы продолжаем разбирать пришедшие сегодня к нам в Музей Букиниста Орска переспонденции. Сейчас я могу сказать, что нам пришла еще вот такая посылочка от нашего зрителя Владимира Костенкова из города Орла. Почему так много есть? Марок? Ну я не знаю, потому что это Ира Бандероль. Ее оформили как Бандероль. Вот. Я получал нигде посылки. Вот. Такая вот посылочка к нам пришла. Вот. Орел у нас есть, по-моему, на карте? Мы его отмечали. Нет? Ну отметим обязательно. Посмотрим, если нет. Он попросил тут кое-что не показывать. Вот. Поэтому сейчас мы откроем такую интригу. Да. Потому что там очень, говорит, конфиденциальная вещь. И сейчас мы посмотрим, откроем. Сейчас мы посмотрим? Нет, мы откроем, посмотрим. Потому что я действительно, меня попросили. Я обязан, конечно, просьбе нашего зрителя, нашего... Кажется. Ага, тут двойная такая штука. Так, эту бумагу марки можно вырезать. Вот. Вот. Так, Владимир упаковал, кстати, неплохо упаковал, так, в картончик. Да? Аккуратно. Он получается не тяжёлый. Вот. Ну, без стола, картонка. Ну, картонка, но зато она защищает внутреннее содержимое. Потому что, как я думаю, это надо защитить. С учётом нашего опыта уже мы, когда опаковали в простой пакет печально, я вот так вот сделаю здесь. Ты сегодня мясник. Ну, практически вскрываю вот эти все. Да. Ага. Сейчас я посмотрю внимательно. Пока никто не видит ничего. Пока никто не видит, да. Вот эту можно показывать. Сейчас я выберу. Ага. Вот эту он просил. Вещь не показывать. Окей. Я её уберу. Вот эти вещи, я думаю, он прислал к нам в наш музей. Вот здесь ещё что-то. Очень интересно. Это как открытки сделаю. Вот у него здесь. Давайте почитаем. Он подписал. Вот мне с чем интересно, когда своей рукой всё подписано. Дмитрий Юг от Владимира. «Добра, добра, удачи». 21-го, 11-го, 21-го. 21-го. Анна послала 26-го. Ну, пандероль подольше идёт с учётом коллаборации всей вот этой. Открыточка «Орловские страницы на белых полях» в биографии В.С. Высоцкого. Это книга Владимира Костенкова. То есть он её написал о Высоцком. Вот, смотри. И сделал вот такие вот открыточки, напечатал. Посвящается 80-летию со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого. Здесь каждую открытку он подписал по-разному. Давайте почитаем. Там написано ещё чей портрет, смотри. А, здесь разные портреты. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. У нас что-то тут хрятного. Посмотрим. Так, вот здесь ещё разные портреты. Про портрет Владимира, я не знаю просто какой здесь из них. Первый, вероятно, художник Ольхов Киев. А второй портрет Владимира Высоцкого «Пастель». Художник Бакулевский. Ну вот этот, наверное, Бакулевский. Да, по пастели. Так, это вот первая открытка. Вторая открытка здесь тоже от автора-составителя Костенкова Владимира Викторовича Дмитрию в город Орск. Трам-пам-пам. Здесь тоже портрет Владимира Высоцкого «Художник неизвестен». Второй портрет «Пастель» художник Бакулевский. Это вот этот вот получается. Точно, я догадался. Вот. То есть я так предполагаю, он... Мы сейчас ещё книжки будем смотреть. Тут книги его. Давайте мы сейчас дальше будем разбирать. Каждая, посмотрите, каждую открытку он подписал. Ну, конечно, молодец. Дмитрий от Владимира. Так, вот такая тоже. Это вот похоже, кстати, вот на эту, да? То есть открытки похожи, немножко оформление по-другому. Художники те же. В город Орск... Оркск. Ничего страшного. Наш город, вот, Орки живут, говорят ещё. Добра, удачи. Владимир Костенков, театр на Таганке, Владимир Высоцкий. Вот, посмотрите. Я была рядом. Я там работал, вот, на Таганке через площадь. Торговый дом «Школьник». Я же писал в книжке об этом. Там такая дорога, вот это вот, там, то ли трамвайчик, то ли что ходит. Это справа. Вот как ты выходишь из метро Таганской радиально, а там выход с другой стороны, по-моему, рядом с самим театром есть. Вот. А это Таганская радиальная, выходишь направо, там мужички стояли. Вот я рассказывал, тут уж толпа коллекционеры. А потом там вот эти многоэтажки идут, вниз спускаешься, вот это торговый дом «Школьник». И дорога идёт вот эта дальняя туда, дорога дальняя. Так, посмотрим дальше. Дмитрию от автора Владимир Костенков «Мой парус одиночества». Это тоже Высоцкий. Ну, вообще, многие портреты, я даже не знаю, и фотографии. Вот здесь Дмитрию от Владимира «Добра удачи», фотограф Иванов. Это сборник стихов, посвящённый Высоцкому. Это вот Владимир написал такой сборник стихов. Сейчас будем смотреть. Так, пока открытки давай в сторону. Открытки, конечно, очень интересные. Дмитрию от Владимира «Добра удачи», 28-го он отправил. То есть он собирал её несколько дней, 28-го. Ну, недолго здесь и нет. Так, немного лирики «Тем, кого люблю, кто дорог». Ну, портреты Высоцкого здесь все. Костенков «В». Книга лирических белых стихов, в том числе посвящение, включая блок лирики о Высоцком. Издана была в 2018 году тираж «Тридцать инцепля». Ну, такой авторский тираж, конечно, чисто. Дмитрию в музей «Добра удачи». Вот ещё такая же открыточка, чисто конкретная. Дмитрию от Владимира «Добра удачи», 28-го. К выходу книги «Орловские страницы на белых полях». В биографии Высоцкого. Волгоград. Тираж 60 экземпляров. Открытка напечатанного «Орёл». Тираж 20 экземпляров. То есть вообще фигня полная. То есть и они, получается, штучные. Да, штучные, конечно. Но открытки делают по-другому, не как в фотографии. Нет, нет. Их печатают. Вот как раз печать-то, видишь, вот какая я и смотрю. Вот на одной фотографии прям сын вылитый. Ну, у него видно там. Ещё этот Никита, он ещё старается как-то... Бороды тоже ещё... Да. Подходить. Он отличается, у него лицо другое, конечно. По-другому. Папа пожёстче, конечно. Это уже вопросов нет. И вот такая вот открытка. Так, это у нас... Это вот так. Мы закроем книжку, которую мы нельзя. Так, вот какая, посмотрите, книжечка. «Город Орёл, 20-й год. Владимир Костенков. Сборник посвящений в белом стихословии. Театр на Таганке. Владимир Высоцкий». Вот такая мини-книжечка издательства «Орловская». Вот посмотрите, как она сделана. Это супер. Супер, да. Здесь Евгений Запяткин. Так, Театр на Таганке. Московский театр. Вот сзади здесь фотографии ещё каких годов там. Театр на Таганке, 66-й год. Вот. Это у нас 2020-й год. Так, я хочу посмотреть. Здесь выходные данные. Тираж 20 экземпляров. Вот так вот. Вот такая книжка. Какой шрифт? Мелкий? Ну вот, смотри, да. Ну мелкий, конечно, формат-то вообще мини такой. Ну не супер-мини. Супер-мини это вот, помнишь, мы показывали этот. Итальянцы печатали. Ну и были советские такие. Вот прям совсем. А внутри стихи, да? Это белые стихи. Вот. Я такой вообще не читал. И не знаю. Поэтому... Ну давай посмотрим. Ну я попробую почитать. Вот что. Каюсь. Каюсь, 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 в чём я каюсь. Я не могу понять пока о том, друзья. Но всё же в том, наверное, что не успел коней догнать, капкан убрать. Но как же остановить коня, когда тот бег настроил на удачу для себя, мне не понять пока о том, что нужно сделать при таком раскладе. Ведь это хорошо всё получается, в песнях складно остановить коня, а в реальности всё совсем наоборот хромает и паруса ветер ивёт. Ну понял я примерно. То есть это белый стих, то есть... Он ещё идёт так вот интересно как-то, да? Строчками. Здесь ритмика. Вот ими выделяется, я думаю. То есть она так же, например, как вот придумал, когда Маяковский, вот эту лесенку. Но он не придумал, он её взял для своих стихов. Какой-то такт всё равно нужен. Да, поэтому, ну я здесь не могу сказать. Здесь, конечно, должен автор, как бы, это вот зачитать, его авторская интонация. Или артист, другой, ну я, какой из меня там артист, посудный ласкер, вот, с моим слухом, зрением и так далее. 278 страниц. Ну она маленькая, то есть там сколько строчек, ну строчек 15, да, получается где-то в среднем. Ну вот такое подарочное издание, конечно, эксклюзивное, очень интересно. Так, посмотрим, что ещё. Это вот его книги как раз. Так, это отложим уже, мы посмотрели. Владимир Костенков, баллады о любви, слова любви о поэте Высоцком. Вот такой, в принципе, тоже мини-формат. Как вы помните, много очень поэзии издавалось вот в таком формате. Дмитрий от автора-составителя «Добра и удачи» 21-го года. Так, биографом это какие-то, вероятно, люди, которые тоже занимались. Вот здесь вот фотография есть Высоцким. Виктор Бакин и Геннадий Брук. Портрет, нарисованный Дорой Боневой, Болгария. Ага, вот что интересно, посмотрите. Есть «Экслибрис» Владимира Костенкова. Вот такие вещи, да, посмотрите. Вещь автора, «Экслибрис». То есть вообще чисто коллекционерская, конечно, вещь. Ну, тут вот посмотрите фотографии. Может быть, многие и неизвестные. Ну, я, например, очень мало что-то видел и знаю. Вот. Так, вот тут посмотреть. «Баллада о любви», трэм-пэм-пэм. Это здесь фото Владимира Высоцки. Многих раздражало. Так, от автора. В состав сборника мною были помещены белые стихи собственного разлива. Как когда-то говорил один знаменитый московский бард Балашалыча Куджава. Тоже это его стихи. Это, оказывается, в Польше есть музей Высоцкого. Марлена Зимна. Вот такая вот. Мне кажется, она умерла, судя по тому, что в 16-м году. В городе Кошалин, Польша. Ну, вот так вот. Публикация интервью о Польском музее. То есть, даже в Польше был музей. Кошмар вообще. Вот. То есть, я, ну, откуда? Я-то человек этим занимается всю жизнь. А я-то, господи, чем мы занимаемся с Ириной? Картошку сажаем. Картошку иногда, да, дерьмо вытаскиваем. Мегатонными. Ну, очень интересно. А какой тираж? Так. Тираж 15 экземпляров. Ну, вот. Уже вошлось ли? Он сказал, да. Ну, у него осталось-то вот буквально-то. Поэтому большое спасибо. Смотрим дальше. Так. Владимир Костенков. Издание третье, переработанное, дополненное. Театр на Таганке. Владимир Высоцкий. Город Орел. 19-й год. То есть, это человек. Ну, как это называется? Высоцковед. Вот Ваня Обухов. Он тоже написал книжку. Тоже любитель Высоцка. То есть, люди, которые действительно изучают биографию. Изучают творчество любимых писателей, поэтов. Ну, в принципе, достаточно мне. И плюс посвящают им стихи. Что интересно. То есть, ну, конечно, это... Ну, как эти Чехияны и Пушкинины? Здесь еще глубже, получается. То есть, да. То есть, Чехияны. Это может быть кто угодно. То есть, любой автор, его можно изучать. Ну, вот, очень много у нас литературоведений же было. Ну, то есть, там, от, я не знаю, Фадеева и так далее. Ну, писатель требует их работы. Но здесь, кроме этого, еще человек пишет белым стихом. Это вообще невозможно, по большому счету. То есть, там, ну... Понять, еще и душу свою ложить. Ну, сложно, конечно. То есть, я... Опять повторюсь, что я с поэзией практически товарищ такой недружный. Я ее... Ну, не очень мало что нравится. Лермонтов тебе, наверное, с детства. Нет, нет, нет. Ну, у меня... Не совсем, Лермонтов. Меня вот больше в плане примерно как плеяды. Что-то такое. Ну, бог с ним там. Это мои завихрения. Я любитель французской такой, как называется, поэзии. Еще с 16-17 веков, еще, грубо говоря. Вот такая книжка. Так, сейчас посмотрим. В принципе, по большому счету, этот человек тоже можно назвать и коллекционером, конечно. То есть, собирание меморий вот этих всех. Почему я это и сказал? Потому что, например, вот как Юра Стыднычук собирает все о Чехове. Тоже, вот, принцип такой же. Вот здесь, например, билет на концерт Высоцкого. Вот фотографии, я думаю, вот тоже такие вещи все собираются. Вообще, все, что связано с памятью поэта, писателя, актера и так далее. Вот. Так, а что это из себя представляет? Ну, это тоже... Это тоже его сборник стихов. Вот так. Белый стих, не имеющий ритма. Тираж 15 экземпляров. Ну, вот, такая вот вещичка. Очень и очень хорошо. Мне вот прям нравится. Так, еще одна его книга. Театр на Таганке. Владимир Высоцкий. Они, наверное, разные. Просто разные издания, я так предполагаю. Дмитрий от автора. Вот, посмотрите, еще икслибрис. Вот такой вот. Так, это... Так, 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 так. Здесь тоже фотографии. Это просто разные издания. Вот так. Так, я думаю, текст, возможно, вот этот более дополненный, чем этот. Но это надо сравнить. Я еще посмотрю. Сейчас долго копаться. Посмотрим, что еще. Александр Донат, Неополимая Купина, издательство Нью-Йоркского университета. Это что такое? Еврейские сюжеты в русской поэзии. Антология. Вот так вот. Первая попытка. И о ком же здесь... Ну, это же Неополимая Купина. Ну, это Неополимая Купина. Здесь еврейские сюжеты, которые использовали русский поэт. Ну, вот я смотрю, там, Глинка, Жуковский, Батюшков, Карамзин, то есть Державин. То есть попытка вот этого исследования всех упоминаний о евреях, об Израиле и так далее. Начиная с Симеона Полоцкого. Неополимая Купина. Неополимая Купина. Ну, интересно, вот это тоже такая... Это как бы такая антология, вообще попытка исследования, то есть собрать все, что нашел. До, вот уже, я смотрю, считайте, Симеона Полоцкого, до Вознесенской, Риммы Казакова, Наумы Коржавина, Владимира Высоцкого, Долматовского, Матусоцкого, Бродского, Аужас Сулейменов, Векслер и так далее. То есть до, практически, ну, до современности прослеживается... Симеонский, да? Нет. Для меня он очень сложный. Вот я ж тогда рассказывал... Все говорят, душевный. Абсолютно нет. Нет. У него совсем другие вещи. Я не могу сказать... Он гениальный. Но он не для меня. Вот Довлатов говорил, что что бы он ни написал, это все очень хорошо, все гениально. Так. Что еще нам прислал Владимир? Это какой-то альбом. Ого. Удальмолодецкая. Отголосок изречного наследения. Из вечного наследия всяческие самодеятельные игры, состязания, забавы впитали душу творцов и выдумку своих давних создателей. Это альбом какой-то. Это вот коробочка к нему. Ничего не спадал. Нет, такого не было. Я просто посмотреть, что это еще. Москва, физкультура и спорт, 87-й год. Это по разным видам вот проще. Ну, это тоже так, в подарок такая вещичка. В принципе, красиво. У нас подобные-то альбомы есть. То есть, встречались. И вот по олимпиадам, по разным видам спорта. Это вот по спорту, который, например, народные какие-то, вот, забавы разных народов бывшего Советского Союза. Вот такая. В принципе, интересный альбомчик. Да. Хороший подарок. Очень хороший. Для нашего музея. Спасибо вам, Владимир. Так, коробочку мы сейчас пока уберем. Всем, кому интересно поучаствовать в нашем проекте «Музей Букиниста Орска». Вот вы видите, люди присылают все, что посчитают нужным. У нас поле чудес уже. Практически, да. Но у нас все-таки более немножко векторные. Это книги, коллекционирование. Даже вот открытки, написанные рукой, для меня это вот просто супер. Сами же наши зрители и говорят, как приятно вновь писать от руки. Вот сделайте себе приятно. Напишите. Друг другу. Можно и друг другу. Можно нам. На Новый год. Вот, кстати, да, повод. У кого-то день рождения. О, Господи, уже в воскресенье. Скоро Новый год. Рождество. Два Рождества. И так далее. Там бесконечные праздники. Пишите. Поздравляйте. Вот просто простыми открыточками. А не смс-ками, а не всякими вот этими электронами. Это тоже хорошо. Когда не стоишь в очереди. Но в этом... В этом... А что очередь на почте? Открытку, письмо бросить в почтовый ящик. Можно отдать вручку. Как угодно. Ну, это я уж так... Как бы... Вот сам процесс интересен. Вот это да. Почта. Это же... Ну, ладно. Большое спасибо Владимиру. Мы получили. Все разобрали. Вот. Секретную книжку вашу мы тоже посмотрим. Обнимательно. Что из себя представляет. Спасибо вам большое. Смотрите наш канал. Участвуйте в наших всех проектах. С вами был Букинис Тошка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok